Здравствуйте! Мы россияне, люди для которых общение имеет огромное значение. Нам мало располагать информацией, мы должны ее обсуждать, делиться своими взглядами, иногда спорить и обязательно формировать собственное мнение по тому или иному вопросу. Впрочем, сегодня спорить мы не будем. Этот выпуск я хочу посвятить представительницам прекрасного пола. О женщинах можно и нужно говорить не только в канун их праздника. Роль женщины в современном обществе трудно переоценить и уж вовсе не стоит недооценивать. В эфире программа «Менталитет» и я ее ведущая Елена Петченко. Еще Ушинский говорил, что ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду. И что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета. Бизина Любовь Васильевна не только преподает историю в школе номер один, но и является наставником по жизни для своих учеников. Такие педагоги, как она, не делят сутки на рабочее и нерабочее время, потому что учитель – это даже не профессия, а образ жизни. Школа – это место, где течет своя особенная жизнь. По сути дела, государство в государстве. Дети сюда приходят совсем маленькими, а выпускаются взрослыми, готовыми пуститься в далекое плавание. Какими они вырастут и что впитают в себя, во многом зависит от педагогов. Любовь Васильевна Бизина – учитель и по образованию, и по призванию. Ее ученики о своем педагоге говорят с уважением и большой симпатией. Любовь Васильевна очень добрый человек, всегда поймет, если что-то не выучил, можно пересдать, она покажет все, объяснит. Она всегда прихорашивается и, можно сказать, самая красивая. Хорошо выглядит нам. Это важно для учителя? Это очень важно для учителя, потому что на такого учителя приятно смотреть. Любовь Васильевна очень добрая, она всегда готовится делать презентации на урок и рассказывает, очень понятно. Очень много интересных фактов рассказывает, дополняя ту же самую историю или общество знания, делает ее интереснее и приятно очень слушать. Почти на уроках никто не отвлекается на ее, все слушают и понимают ее. Любовь Васильевна, она не только замечательный педагог, она еще и очень хороший человек. Она очень красивая у нас, она добрая, она очень, как всем, хорошо относится, всегда всем помогает. Любовь Васильевна очень умная и мудрая, потому что, ну, передается от нас, потому что она у нас классная руководительница уже очень давно, и мы ей все восхищаемся. И ученики, и коллеги отмечают, что в школу Любовь Васильевна всегда заходит с улыбкой. Никто не помнит, чтобы она была не в настроении, всегда сдержанная, тактичная и очень обаятельная. Наверное, именно таким и должен быть настоящий профессионал. Любовь Васильевна очень ответственный человек, порядочный человек. И, конечно, это опытный учитель. В ее работе всегда творчество присутствует. Интересные вечера проводит. Замечательно организует беседы с ребятами на различные темы тематические. С интересом проводит экскурсии. Кстати, она была одним из организаторов экскурсии в Элисту и в Казай. Сама лично там участвовала. Столько впечатлений вместе с ребятами привезла. Постоянно работает с ребятами, со старшеклассниками по подготовке к ЕГЭ. У нее очень хорошие всегда результаты, замечательные результаты. Она является руководителем методического объединения районного основ религиозной культуры и светской этики. На протяжении лет шести, наверное, шесть примерно лет, как введен этот курс, преподает в четвертых классах. У нее уже такие подборки, она делится опытом с нами, потому что она как бы постоянный преподаватель ОРКС. Человек, к которому всегда можно обратиться с просьбой, помочь в чем-то, она всегда делится своим опытом. Тактично очень, никогда не нагрубит. С таким человеком очень приятно работать. Она не просто коллега, она еще и хороший друг. Любовь Бизина, победитель конкурса «Учитель года» и инициатор многих начинаний в школе. Говорят, что счастлив тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой. Любовь Васильевна как раз исчезла таких людей. Потому что не может быть иначе, когда человек занимается любимым делом. Я еще в детском саду мечтала стать учителем. У меня никого родственников нет, учителей. Но я с детского сада в куклы играла и всегда хотела быть учителем. Вот с предметом было сложнее. Я выбирала, потому что мне нравились многие предметы. А вот с тем, чтобы стать учителем, я не сомневалась никогда. Мечту я осуществила. Бывает, усталость накапливается, особенно эмоциональная. Но приходишь на следующий день, ребята радуются своими успехами, какими-то ответами, просто веселым, хорошим настроением. И ты заряжаешься от них позитивом и ни о чем не жалеешь. Профессия врача – это очень почетный, уважаемый. Но и вместе с этим очень ответственный труд. Не каждый может работать в этой области. Кроме высоких профессиональных знаний и умений, человек должен обладать такими чисто человеческими качествами, как терпеливость, сострадание, понимание и сочувствие. И все это нужно уметь не растерять, особенно когда врач становится руководителем. Врачебная практика Анны Константиновны Цой составляет 23 года. Ее карьеру можно назвать успешной. Но далеко не все знают, что за этим успехом стоит большой труд. «Каждый из нас хотя бы однажды был пациентом, нуждающимся в медицинской помощи. Глядя на человека в белом халате, кажется, что ему одному известно, что происходит в организме больного и чем ему можно помочь. На самом деле все зависит не только от конкретного доктора, но и от того, насколько слаженно работает система здравоохранения. Анна Константиновна Цой сегодня исполняет обязанности главврача Ахтубинской районной больницы». «Изначально институт я заканчивала по специальности педиатрия. Я педиатр. А потом в процессе уже работы получила узкую квалификацию трансфузиологии. Более 11 лет я была заведующей отделением переливания крови. А потом уже, заняв должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения, прошла специализацию по организации здравоохранения и общественному здоровью. Вот эту должность я сейчас и занимаю». Женщина-руководитель – это всегда непросто. Так уж исторически сложилось, что слабому полу слабости в деле руководства не прощают. Хотя можно использовать и другую формулировку. Чего хочет женщина, того хочет Бог. «Я думаю, что я справедливый руководитель. И если я даже своих подчиненных в определенной степени когда-нибудь и заставляю работать или ругаю в какой-то ситуации, то они мне это, надеюсь, прощают, потому что чувствуют, что это все справедливо. То есть зря или без причины я их никого не наказываю, не ругаю. Порой это, конечно, тяжело, потому что ситуации бывают сложные, особенно в наше нынешнее непростое время. Больница и вообще здравоохранение поставлено в такие рамки, что нам приходится много работать, много зарабатывать для того, чтобы выжить». Выживать в современных условиях районной больницы действительно непросто. Коллеги Анны Константиновны это прекрасно понимают. Они ценят ее и профессиональные качества, и человеческие. «Очень ответственный человек, серьезный, требовательный, я считаю, что как руководитель, знает, что она хочет. Ну а как человек, ну всегда отзывчивый, я думаю, что как бы и хочется пожелать ей как бы семейного и благополучия, счастья, счастья детям, семье, чтобы все было хорошо. Вот, и хороший друг». Когда человек вовлечен в процесс руководства огромным учреждением, то его рабочий график становится ненормированным. А дома тем временем, внимание со стороны Анны Константиновны ждет семья. Муж и две дочери. Кстати, быть хорошей женой и матерью – это тоже большой труд. Вот и приходится нашей героине трудиться, не покладая рук. Правда, дома она в роли доктора не выступает. «Дома я не доктор, и, к сожалению, когда заболевают мои близкие, бывает порой даже сложно принять какое-то решение, обращаюсь за помощью к своим коллегам, чтобы они посоветовали, подсказали правильное лечение. Ну то есть на себя ответственность почему-то взять сложно в лечении своих родных». О здоровье своих близких Анна Константиновна заботится гораздо больше, чем о своем. И признается, что врачи вообще лечиться не любят. Точнее сказать, не находят для этого времени. На этом и пациенты можем сказать одно. «Доктор, берегите себя, вы нам нужны. Здоровый!» Сегодня представительницы прекрасного пола расширили спектр профессий, в которых представлены женщины. Но что ни говори, а все-таки предпринимательство больше мужская сфера, нежели женская. В бизнесе ценится напор, умение быстро находить нужное решение и не бояться конкуренции. «Так-то оно так. Но кого имел в виду поэт, когда говорил, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет?» Ну явно не о мужчинах. Химчистка Золушка в городе работает с 2009 года. Открыть свой бизнес Любовь Якименко решила, когда вышла замуж и переехала из Волгограда в Ахтубинск. Опыта предпринимательства у нее не было. Зато было желание работать. «Нет, начинать приходилось не с нуля. Помогла, ну государство помогло, центр занятости». Бизнес потихоньку налаживался. Число клиентов росло и работать приходилось много. Прерывать процесс Любовь Якименко не стала, даже когда родилась дочка. «Дочка родилась в 2014 году, в сентябре, в сезон пика вещей, когда сдавали вещей, очень много, все звонили. У нас сезонная работа, все-таки весна и осень. У нас больше идет народ, наплыв людей. И вместе с ней ездили в Волгоград, привозили, увозили». Сегодня молодая мама крепко стоит на ногах и развивает свой бизнес. У нее договор на чистку и стирку одежды и белья с Волгоградом. Здесь на месте производится сухая чистка подушек и мелкий ремонт одежды. Для постоянных клиентов работает даже бонусная программа. «У нас есть постоянные клиенты, у нас даже заведена тетрадь, мы сделаем постоянную скидку, они постоянно, у них 30-процентная скидка. Как бы клиенты всегда у нас постоянные приходят к нам, ну как бы жалоб еще не было». Еще одна молодая мама – Наталья Безрукова. Она занимается дизайном ногтей и делает это с большим удовольствием. Когда-то такое занятие было для нее как хобби. «Я с декрета просто вышла, решила, люблю это дело, поэтому решила этим заниматься». «Через год желание не пропало?» «Нет, желание не пропало, наоборот, только расширяемся». Наташа говорит, что любимым делом оказалось заниматься еще и выгодно. Сегодня все больше женщин предпочитает выглядеть красивыми и ухоженными. К тому же удобный график работы позволяет уделять внимание и семье. Для парикмахера Раисы Елеференко именно это и стало решающим, когда после рождения третьего ребенка нужно было возвращаться из декрета на работу в банк. В финансовом учреждении она проработала 10 лет. Имея высшее образование и неплохие перспективы, Раиса все-таки решила круто поменять судьбу. «Пока была в декретном отпуске, постоянно была реклама, мозолила глаза от биржи труда, что курсы повышения квалификации, парикмахерские. Ну и отучилась и начала заниматься этой деятельностью. Все мне нравится, прекрасно и вполне сочетаю и семейную жизнь, и с детьми занимаемся, и работаем». Все три наши бизнес-леди – женщины очень молодые. Впереди у них целая жизнь, по которой они шагают, уверенно, надеясь на собственные силы и умения. Они являются примером того, что человек обязательно найдет дело по душе, если очень этого захочет. Героини нашей сегодняшней программы – женщины разные, у каждой своя судьба. Но всех их объединяет активная жизненная позиция, умение ставить перед собой цель и добиваться результата. Все они – прекрасные жены, мамы и профессионалы на работе. При необходимости эти люди умеют настоять на своем, и при этом остаются женственными, чувственными и ранимыми. И если верить классику, что, мол, человек – это звучит гордо, то женщина – это звучит и гордо, и романтично, и нежно, и ласково, и надежно, и артистично, и очень красиво. Это была программа «Менталитет». До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин